Всем привет! В этом ролике рассмотрим, как работает электромеханический стабилизатор напряжения с сервоприводом ELIM SNAP500. А также протестируем этот стабилизатор с помощью лабораторного автотрансформатора. Характеристики реле напряжения стабилизатора и латра я дам в описании, а также где их можно заказать. Изготовитель утверждает, что стабилизатор поддерживает напряжение на выходе 220 вольт в диапазоне входных напряжений от 150 до 250 вольт. А на уровне 250 вольт срабатывает защита от перенапряжения. С помощью латра мы проверим эти уровни напряжений, плюс сделаем защиту от пониженного напряжения и дублирующую защиту от перенапряжения с помощью реле контроля напряжения. С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Ссылки на предыдущие ролики по стабилизаторам напряжения я дал в описании. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И как всегда, буду благодарен вашим лайкам и репостам. Они вдохновляют меня к созданию новых видео. Для тестирования стабилизатора напряжения у нас собрана следующая схема. Ход латр подключен к сети. С выхода латра через розетку у нас подключен стабилизатор напряжения. А к стабилизатору напряжения у нас подключена лампа. Также к выходу подключено реле напряжения. Оно будет выполнять у нас функцию вольтметра. Напоминаю, что данное реле напряжения корректно измеряет напряжение только в диапазоне от 140 до 300 вольт. Давайте посмотрим, как устроен стабилизатор напряжения с сервоприводом. Фактически он похож на лабораторный автотрансформатор, в котором бегунок управляется не вручную, а с помощью электроники. Вот сам автотрансформатор и вот бегунок. Сам бегунок управляется двигателем через редуктор. Двигателем управляет небольшая плата. Также на плате находится реле, который отключает стабилизатор напряжения при перенапряжении. То есть что у нас происходит? Если меняется напряжение, плата генерирует сигнал, который подается на двигатель. Двигатель через редуктор управляет бегунком. А уже бегунок с автотрансформатора снимает напряжение 220 вольт, которое подается на выход. Когда я латром регулирую выходное напряжение, то бегунок вращается то по часовой, то против часовой стрелки. Причем для бегунка существует два упора, которые определяют верхний и нижний уровень стабилизации. Давайте сейчас проверим диапазон стабилизации. Сейчас определим минимальное напряжение стабилизации. Уменьшаем напряжение на выходе латра. На уровне 150 вольт у нас бегунок дошел до упора и начало напряжение на выходе резко падать с изменением входного напряжения. Это и есть нижнее напряжение стабилизации. Пометим себе, что на реле напряжения будем нижний порог устанавливать 150 вольт. Этот же порог соответствует нижнему порогу стабилизации, заявленному производителем. Включаем лампочку. Как видим, лампочка горит. То есть на выходе стабилизатора есть напряжение. Только оно сейчас пониженное, 192 вольта. Повышаем напряжение. На уровне 150 вольт у нас напряжение восстановилось. Стало на уровне 216 вольт. Поднимаем напряжение. Обращаем внимание, что стабилизатор напряжения довольно хорошо отрабатывает 220 вольт. Управляем бегунком автотрансформатора. Поднимаем дальше напряжение. Напряжение также находится в районе 220 вольт. Обращаем внимание, что лампочка светится на всем протяжении одинаково. Когда мы резко изменяем напряжение, обращаем внимание, что бегунок движется очень быстро. Происходит перерегулирование. А потом он возвращается на место для того, чтобы выставить нужное напряжение. Я думаю, это сделано для того, чтобы ускорить быстроту реакции на изменение выходного напряжения. При напряжении 250 вольт бегунок дошел до следующего упора. И когда мы повышаем напряжение, оно начинает подниматься в месте поднятия напряжения на входе. Обращаем внимание, на уровне 270 вольт напряжение на выходе стало 240 вольт. Это почти на 10% больше, чем должно быть на выходе стабилизатора напряжения. На напряжении 270 вольт будем программировать реле напряжения по перенапряжению. Защита на стабилизаторе до сих пор не сработала. Так при каком же напряжении она сработает? Поднимаем напряжение. Она сработала при напряжении 280 вольт, когда на выходе было 250 вольт. Похоже, производитель имел в виду, что защита сработает, когда выходное напряжение на стабилизаторе станет 250 вольт. А не входное напряжение, как обычно указывают другие производители. Опускаем напряжение на латре. На уровне 270 вольт стабилизатор опять включил нагрузку. На выходе сейчас 236 вольт. Дальше стабилизатор работает в штатном режиме. Напряжение на выходе 220 вольт начинает поступать, когда напряжение опускается ниже 250 вольт. Теперь перепрограммируем реле напряжения. Подкорректируем следующие характеристики. А2 ставим 270 вольт. А3 265 вольт. А4 А5 оставим без изменений. А6 ставим 150 вольт. А7 ставим 155 вольт. Остальные характеристики оставим без изменений. Полные настройки реле напряжения для нашего эксперимента я приведу в описании. Обоснование этим настройкам я давал в прошлых роликах. Ссылку на них я дам в описании. Собираем измененную схему. При этом напряжение в сети поддается на вход латра. С выхода латра у нас уже подключено реле напряжения. С выхода напряжения через розетку подключен стабилизатор напряжения. Как вы видите, на уровне 233 вольта у нас стабилизатор работает и лампочка подключена. Уменьшаем напряжение на входе стабилизатора. На уровне 150 вольт у нас реле напряжения отключило стабилизатор напряжения. И в результате на нагрузку у нас уже не идет пониженное напряжение. Поднимаем напряжение на латре. На уровне 155 вольт реле напряжения включает стабилизатор. И в результате стабилизатор работает в штатном режиме. Поднимаем напряжение на латре. Как видим, стабилизатор отрабатывает наше повышение напряжения. Свечение лампочки не меняется. Начиная с уровня 250 вольт, лампочка начинает светиться ярче. Ну а на уровне 270 вольт реле напряжения отключает стабилизатор напряжения. И соответственно со стабилизатора не идет повышенное напряжение на нагрузку. Наша лампочка отключена. Понижаем напряжение. На уровне 265 вольт реле напряжения опять включает стабилизатор напряжения и он работает в штатном режиме. Выводы. Электромеханический стабилизатор напряжения на сервоприводе довольно хорошо справляется со стабилизацией напряжения. Делает это достаточно быстро и с большой точностью. Но при регулировании напряжения он издает довольно громкие звуки из-за работы сервопривода. Это может создавать некоторые неудобства, если стабилизатор находится в жилом помещении. Для защиты нагрузки за пределами стабилизации следует применять реле напряжения с возможностью программировать напряжение срабатывания. Если вам нужен стабилизатор тихий, то вам следует покупать терристорный стабилизатор напряжения. Он вообще никаких звуков не издает. Я его описывал в прежнем ролике, ссылку дам в описании. Если у вас есть вопросы по теме ролика или какие-то предложения, пишите в комментариях. У меня еще много интересных тем для видео, поэтому подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы их не пропустить. Буду благодарен вашим лайкам и репостам. Это меня вдохновляет. И до встречи в новых и старых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова